больше заниматься спортом, что у нас больше на планете людей подключилось к электричеству, что у нас женщин стало больше в парламентах, аж на 4%, но все равно это далеко от паритета, только 21% женщин у нас в структурах принимающих решения. И это только несколько фактов. Я здесь нарушил все законы составления презентации. Здесь куча какой-то цифири. Это цитаты. Здесь, по крайней мере, некоторые сокращения. Но о чем это говорит? Мы стали больше потреблять и сильно больше потреблять. Почти в два раза. Мы стали и систематически уничтожаем нашу планету. У нас ухудшились воды, у нас ухудшились почвы, у нас ухудшился воздух. Практически все горожане мира живут с плохим воздухом. И он не стремится, по крайней мере, пока улучшаться. Но что при этом происходит? Все-таки немножечко улучшается ситуация с возобновляемыми источниками энергии, с транспортом. И при этом основные улучшения, связанные с энергоэффективностью, происходят за счет новых технологий. В теплице, по крайней мере, возможно, мои коллеги со мной соглашаются, мы верим, что какой-то прорыв возможен, по крайней мере, на планетарном уровне исключительно с помощью технологий и того, как люди ими пользуются. И мы очень надеемся, и мы верим в это, что это тот рычаг, который сможет, соответственно, перевернуть Землю. Надеемся, по крайней мере, ее как-то встряхнуть, чтобы она стала поздоровее. И, конечно же, последняя строчка, она не случайно последняя, говорит о том, что, конечно, статус-кво, это состояние некого стазиса, состояние некого какого-то, ну, какого баланса, какой он есть, оно, конечно, это очень мощная штука, которая борется само за себя, вот этот статус-кво. И мы говорим, что с 2015 года больше тысячи правозащитников, журналистов, профсоюзных лидеров было убито. А еще сколько было дискредитировано, выслано из своих стран, уехало и так далее. То есть это непростая вещь. Непростая вещь не только потому, что это просто сложные проблемы, которые мы не понимаем, как решить, но это еще достаточно сложные, потому что другие люди, ну, как-то они привыкли, и нам с ними жить, нам с ними работать. И, соответственно, как-то их убеждать в том, что нам нужно что-то сделать, чтобы на этой маленькой планете, в общем, выжить. Поэтому здесь, конечно же, если мы говорим о мире, вот мы можем говорить о каких-то страшных вещах. Это вот пресловутый китайский социальный рейтинг, если у вас рейтинг низкий. Это как раз явление недавних лет. Соответственно, если у вас низкий рейтинг, вы не получите билет на поезд, на самолет, не получите высококачественного медицинского обслуживания. Вот тесты, каким из диснеевских героев вы являетесь, позволил, собственно, за последние несколько лет установить полностью профилирование по политическим и психологическим взглядам многих жителей по всему миру. Невинные такие технологии, тесты, которые на самом деле стали элементом системы профилированной рекламы. У нас наверняка у каждого в семье есть какой-нибудь дядя, дедушка или брат, занимающийся компьютером, у которого такие взгляды, что просто глаза на лоб лезут. Как это получается? Это получается потому, что этот человек получает профилированную, достаточно тоже не всегда из проверенных источников, определенную информацию. Мы окукливаемся в наших эхокабинах, получаем только ту информацию, которая нам понятна, удобна и оставляет нас в зоне комфорта. И это тот вызов, с которым мы будем дальше жить и с которым нам нужно что-то делать. При этом, одновременно, и все эти вещи, они одновременные, происходит стремительное развитие искусственного интеллекта. И здесь, наверное, венец того, что произошло в декабре. Первое самоуправляющееся такси, исключительным элементом которого, базовым элементом является искусственный интеллект, в которого входит множество различных вещей. Ключ, конечно же, это распознавание образов. Мы приходим в эпоху, когда так называемое стандартное партнерство с искусственным интеллектом, когда впахивает робота не человек, когда мы отдаем роботам и искусственному интеллекту какие-то дела, которыми мы сами не хотим заниматься. Этому приходит на смену эпоха так называемого нового партнерства, когда в том числе компьютер начинает принимать за нас решения, которые ранее предназначались только человеку. Только человек решал. Сейчас все чаще в эту область приходит искусственный интеллект. То, как мы построим этот искусственный интеллект, то, как мы будем наблюдать за этим искусственным интеллектом, зависит от нас. То, какие предрассудки, какой расизм, какая ксенофобия, сексизм и так далее перейдет в искусственный интеллект, зависит от нас. Еще чрезвычайно важный аспект – это так называемый переход из битов в атомы, из атомов в биты. Здесь три скриншота совершенно разных вещей. Это еда, соответственно, очистка дома и перевозка, и аренда автомобиля. Я специально сделал скриншоты именно в той их части, которая касается не их атомной части, не той части, которая касается физического представления, а битов. Это кусочки информации, которые, собственно, позволяют нам, обходя, собственно, посредников, заказывать себе что-то, получать что-то, давать что-то, оценивать что-то. И если еще долгое время мы просто… Это было совершенно два несвязанных мира. Сейчас эти два мира становятся все более и более связанными. Меняющаяся Россия. Это, по крайней мере, я перечислил то, что, как мне кажется, определяет те элементы, которые интересуют теплицу. И опять же, здесь одновременно много происходит процессов. Они все разные, но у теплицы своя оптика, свой взгляд на это, по крайней мере, вот то, что мы видим. Нам кажется, что эти тренды будут влиять. В России мы видим отголоски крупных глобальных трендов. И здесь, конечно, не хочется говорить только о плохом. Я думаю, здесь много мест, на которых, может, форумов, по крайней мере, если не в России, то за пределами России, где можно поговорить о том, как все не очень хорошо. Есть причины для сожаления. Но я хотел бы рассказать о признаках жизни, о том, что мы видим. И о том, что мы видим. И здесь многие являются как раз, собственно, индикаторами этих признаков жизни. Вы, многие из вас, годы своих карьер, своего самого плодотворного периода в жизни потратили именно на помощь другим, на том, чтобы показать, что, да, жизнь есть. И мы люди, и мы интеллигентные, помогаем другим. Здесь, конечно, хотелось бы показать, что произошло за год. У нас будет презентация доклада КАФ. Вот очень хороший и очень интересный доклад. К сожалению, он скорее, ну, как бы на данный момент является таким бейзлайновым. То есть он делает замер. Мало у нас, по крайней мере, в нем я не обнаружил особенной динамики. Но давайте посмотрим, на самом деле, насколько данные, да, это данные о гражданской активности отличаются от традиционного такого взгляда, что вот наш Homo советicus, как вы знаете, сейчас социологи очень сильно осмысляют это понятие, собственно, введенное на заре 90-х, вот, как сильно отличается, по крайней мере, от этой картинки. Вот. Здесь давайте, я думаю, споры оставим на дискуссионную панель, когда будет самоисследование. То, что я вижу, да, я вижу, что, окей, у нас 46% вообще ни в чем не участвуют, но это значит, что, наверное, 54% в чем-то участвуют, да, что-то их беспокоит. Вот. И мало того, и это отличается от стандартных раскладок, типа, что у нас есть 1%, который все меняет, или другая раскладка такая, что у нас есть 20 на 80, да, что у нас есть 20 активных людей, 80 апатичных. Вот. Ну, здесь, конечно, все соцопросы зависят от того, кого мы спрашиваем, вот, поэтому не исключена некая аберрация. Вот. Но петиции, да, участие в слушаниях, участие в наблюдении на выборах. И, конечно же, мы говорим о том, что люди жертвуют, да, люди жертвуют. Это значит, что они действительно стремятся помогать, что это, ну, как бы такая вот важная наша часть человеческого общества, человеческого существа, да, помогать другим, она действительно очень хорошо проявляется и усиливается с помощью информационных технологий. И эта часть, да, помогать другим, да, она ключевая для, для нее ключевое является общение. Потому что мы видели в прошлом году, как общение нам пытались ограничить. Я напомню, в пик блокировок было 20 миллионов, IP-адресов заблокировано, включая крупные сервисы. И что? Не получилось. Сейчас есть новые законы, мы их будем обсуждать. Это важная, чрезвычайно важная тема, да, потому что на кону будущее нашего общения. Да, вот отголоски антропоцена. Антропоцена — это геологическая эпоха, выделяемая геологами, да, когда уже, если у нас до этого был голоцен и ледники являлись основной геологической силой, меняющей лицо планеты, то сейчас мы с вами стали основной геологической силой, начиная где-то с 2015 года, по разным, по разным оценкам, стали определять лицо планеты. И вот мусор, да, наше потребление, потому что потребление — это не только какая-то вещь такая, что мы больше покупаем, у нас больше есть клевых гаджетов, да, это в том числе и значит, что это в Архангельскую область, в Подмосковье, надо будет отвозить продукты нашего потребления. Вот. И это, на самом деле, вопрос такой глобальной планетарной солидарности. Здесь как бы ничего не произошло, там это у Ядрова до сих пор работает, вот, но, насколько я понимаю, там только задержали кого-то, никого не посадили, это уже хорошо, но все мы помним достаточно эти важные вещи, да, то, что если кто-то покупает, где-то это нужно все выбрасывать. Вот. Это, в общем, по крайней мере, то, что люди стали задумываться, да, об этом, мне кажется, это признак жизни. В этом марте я назвал вот явление, которое произошло, было как минимум 8 компаний, обычно мы уже каждый год мониторим, что происходит в марте. Произошел просто какой-то расцвет различных компаний, посвященных противодействию гендерному насилию. Вот. При этом, в целом, тема насилия, а я хочу напомнить, согласно отчету ООН, 80% детей по всему миру подвергается насилию, да, и, ну, я сделаю вывод, что это все-таки вот это вот детское насилие является корневой проблемой, да, которая потом проявляется потом вам, и, разумеется, гендерное неравноправие, вот, является двумя корневыми проблемами, да, но так или иначе мы стали больше говорить. И это тоже отголосок глобальных трендов, да, которые до нас доходятся, как круги по воде, вот у нас МИТУ, ноябрь 2017 года, расследование в отношении продюсера Вайнштейна, вот, которое у нас взорвалось в виде обилия проектов, просвещенных гендерному насилию в 2018 году, и очень хорошо было представлено как раз в виде мартивизма на 8 марта, вот, и мы будем в том числе об этих проектах говорить. Закон в целях устойчивого развития говорится о том, что у нас падает систематически по всему миру биологическое разнообразие. люди как доминирующий вид ликвидируют экосистему у живых существ других, при этом в том числе ликвидируют те живые существа, которые они приручили. Это не только наша проблема, но она у нас находит отголоски. И здесь стал, скажем так, по крайней мере, с нашей точки зрения, мы получили 200 комментариев, мы никогда не получили комментариев просто за то, что мы опубликовали ссылку на то, что наконец-то какой-то закон снижает немножечко насилие. Вот, нас обвинили в том, что мы хотим, чтобы дикие собаки ели бабушек и детей на улицах, и то, что мы, зажравшиеся москвичи, соответственно, не чувствуем боли в регионах. Здесь, понятно, опасения по поводу того, что, наверное, инфраструктура, может быть, не готова для реализации этого закона, но, по крайней мере, для нас чрезвычайно важно, что жестокость хотя бы какая-то была сокращена, и это в том числе стало результатом адвокационной деятельности Екатерины Дмитриевой и других активистов Фонда защиты городских животных. Их петиция набрала более 2 миллионов подписей. Как мы видим, что все-таки подписи у нас как такая, это тоже в некоторых обществах называется слэктивизм, но зато позволяет выражать наше мнение. Наконец, вот эта вот комната с зелеными стенами, я думаю, для многих запомнилась совершенно какими-то дикими тем, что, собственно, происходит в этом. Этот ролик новой газеты, опубликованный из какой-то вытекшей записи из Ярославской колонии, собрал 3 миллиона просмотров. 45 лет назад Александр Сорзеницын выслал информацию о том, что необходимо публиковать архипелаг ГУЛАГ. На тот момент, по крайней мере, у большинства людей, которые жили в Москве, в Советском Союзе, в целом, наверное, не было информации по поводу того, что творилось в системе ГУЛАГа. Сейчас у нас просмотревших 3 миллиона. И эти круги по воде разрослись и привели к тому, что в том числе был задержан как раз руководитель колонии в этом году, который как раз санкционировал вот эту абсолютно нечеловеческую систему наказаний, которые являются пытками. Тема пыток мы будем говорить по этому поводу. И мне кажется, очень важно, потому что нет противоречия между Россией какой-нибудь стабильной, экономически устойчивой, успешной и достойной. Нет никакого противоречия. Мы можем жить в успешной, экономически стабильной стране и при этом отстаивать свое достоинство и не опасаться такого трактования. И мне кажется, это тоже очень важная вещь. Наконец, в этом году признаки жизни были в том, что люди боролись за свои СМИ, за свою возможность передавать и сохранять свои источники. Почему защита СМИ и самозащита СМИ, наша с вами защита СМИ так важна? Потому что СМИ это не только поток какой-то информации, это еще и библиотека, это возможность нам обратиться к этим знаниям, нашим детям, узнать, получить доступ, узнать о том, что произошло в прошлом. Именно поэтому СМИ необходимо защищать. И мне очень радостно, что 7 на 7, равно как и 4 другие компании, мы это тоже будем обсуждать сегодня, они смогли защититься. Защититься с помощью нас с вами. Что за горизонтом? Я попытался сказать, почему мы пригласили тех, кого пригласили. Мы могли сделать совершенно другую конференцию. Много конференций проходит в правозащитных, благотворительных. Мы все-таки стремимся соединять людей и очень надеемся, что вы сможете переговорить друг с другом и познакомиться. Даже если вы работаете в совершенно разных областях, мы все-таки считаем и мы всегда настаивали, что на 7 апреля встречаются люди не случайные. Мы провели… Точнее, так, стоп. Следующая, последняя часть моего доклада, который ставят в контекст нашу сегодняшнюю конференцию. Мы провели исследование. Небольшое, совсем небольшое анкетирование. Я думаю, многие из вас получили эту анкету, потому что мы проводим и мы будем в сентябре публиковать. В сентябре, в октябре, зависит, все знают, как НКОшные проекты, тем более связанные с публикациями, идут. Мы, в общем, постараемся публиковать исследование, сканирование горизонтов. И для этого мы провели буквально неделю назад мастерскую, куда пригласили ведущих экспертов. Половина была… Они все русскоязычные. Половина была из европейских университетов, половина из российских университетов. Понять, что же мы ожидаем там за углом. Вот там у нас горизонт у Земли 5 километров. Мы думаем, что это не до конца, но это на самом деле мы, как люди, с нашей высоты. Кто-то выше, может быть, видит чуть выше, но это всего 5 километров. Поэтому, соответственно, всегда важно, чтобы понимать, нужно иметь какую-то перспективу получше. И постарались исследовать. В общем, здесь параметры исследования. Это пока совсем такое, чтобы чуть-чуть нащупать. Мы спросили, слушайте, а вообще какие технологии вам кажутся перспективными? И здесь, опять же, тоже мелкий шрифт, нарушение всяких законов презентации. Но суть была в чем? Что если вы ставите нолик, вы не знаете, что вообще делают технологии. Соответственно, для вас они фактически не существовали ровно до появления этого вопроса. А если синяя, то точнее 5 – это то, что вы считаете, что они принесут эффект для гражданского общества. И здесь, смотрите, у нас появляется такая группа, что доступный спутниковый интернет, к слову, о глобальном общении и соединенности. Дополненная реальность, блокчейн, виртуальный помощник и глубокое обучение. Это то, что люди, к чему привязывают свои ожидания, по крайней мере, на уровне существующем мышления и воображения о технологиях, а вот чего они совершенно не знают. А вот второй вопрос, их там было несколько, мы спросили, хорошо, ну а эффективность противников внедрения, все-таки гражданское общество не потому, там и вот эти вот журналисты, их никто-то высылает, ни какие-то инопланетяне. Хотя наверняка есть группы, которые объясняют это, что это инопланетяне. Но, собственно, и обратите внимание, что это искусственный интеллект, новое поколение дронов, то те же помощники, которые собирались помогать, интернет вещей, тоже глубокое обучение. А вот цифровые двойники, квантовый процессор, стереодисплей, 4D принтер, никому неизвестно. Хотя, наверное, если у нас есть специалисты по безопасности, наверное, их квантовый процессор беспокоит сильнее всего. Потому что он тогда разрушит существующую систему шифрования. Но это не факт. То, что мы поняли, на самом деле, то, что технологии не играют особенно роли в планировании возможного будущего. Потому что технологии сегодня – это, на самом деле, технологии вчера. Потому что для того, чтобы они появились, вышли на рынок, соответственно, вообще, как бы кто-то их разработал, придумал, как использовать, это значит, что цикл начался где-то 7 лет назад. Поэтому мы переструктурировали все исследование прямо в процессе. Что у нас будут беспокоить проблемы, которые появятся, будут усиливаться, или возможности решения будут появляться в связи с технологиями. Причем очень часто эти связи будут перемешаны. Перемешаны и очень часто в очень странных конфигурациях. Поэтому я очень надеюсь, что мы сегодня частично затронем вопросы будущего. И при этом я хотел бы здесь, возможно, кто-то из вас ответил это, я хотел бы сказать, что воображение наше, оно, конечно, формирует то, как мы создаем и науку, и технологию. И это был один и тот же вопрос, точнее, один и тот же ответ, видно, что у человека раскручивалось воображение, что это технологии, сокращающие временные трудовые затраты людей на рутинные операции. Мы стараемся это доносить, потому что действительно производительность труда должна у нас с вами расти, потому что у НКО сколько средней размера НКО? Человек 5, в лучшем случае. Как правило, и 5 работают с 10-х. Поэтому, наверное, нам технологии нужны. Но дальше этот же человек, этот респондент, респондент К, насколько я понимаю, написала, что… И вдруг у нее такой вскочил, я тут читал, что здесь телепатии лет 10-15. Вот какая у нас будет боготворительность в эпоху телепатии. Отличный вопрос, давайте подумаем. Но при этом я, конечно, хотел бы то наше исследование, которое мы проводили, оставить, я подозреваю, кто это ответил, судя по стилю, но не буду говорить. Соответственно, человек в достаточно философской форме написал, что с одной стороны, да, мы будем лучше, больше участвовать в принятии решений, а с другой стороны, наша персональная свобода будет сокращаться, сокращаться из-за того, что мы сами будем больше доступны любым системам наблюдения, любым системам сбора данных, в том числе наших собственных. И это одно, маркетинг будет сокращать нашу свободу, потому что, и мало того, наша возможность к открытию, потому что в Фейсбуке мы будем видеть то, что мы хотим видеть, соответственно, во Вконтакте умная лента нам тоже все подбросит то, к чему мы уже привыкли. А помимо этого будут еще люди, которые будут нам впаривать безопасность и которые будут говорить, нет, 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 это вам не нужно, это вообще плохо, это вообще трагический и токсичный контент, давайте мы, в общем, без этого обойдемся. У нас искусственный интеллект так настроен, что он вас от этого обережет. И вот это, конечно, действительно будущее нашей с вами персонализации. Это, мне кажется, очень серьезный вывод. Поэтому давайте думать, давайте смотреть и, собственно, про оптику. Вот 10 апреля, мне кажется, ключевое научное открытие мы впервые, как человечество, заглянули в зияющее око черной дыры, М87. И если вы видели эту предысторию, это, во-первых, 50, кажется, терабайт данных. Это так много данных, что их проще было просто перевести, чем передать через каналы связи. Но самое главное, то, что это стало возможно, эта фотография стала возможным из-за того, что это была сеть. Это была сеть из 8, кажется, телескопов, которые вместе давали оптику, которая невозможна, точнее, для того, чтобы построить телескоп, чтобы сделать такую фотографию, нужен был бы телескоп размером со всю Землю. Но нам не нужны большие масштабы. Нам достаточно несколько глаз, которые смотрят и общаются друг с другом. Поэтому давайте общаться, давайте смотреть, давайте делиться знаниями, и тогда мы что-то новенькое увидим. Поэтому я с радостью открываю сетевой апрель и желаю вам интересно пообщаться. Большое вам спасибо. Алексей, спасибо большое за этот доклад, за то, что рассказали, что нам всем ждать. Коллеги, мы продолжаем, и у нас по плану нетворкинг, но перед этим я хотела пригласить вас в наш телеграм-чат. Мы его создали специально для этой конференции в программе «Выше», где хэштег, вы найдете ссылку на этот телеграм-чат. Добавляйтесь и давайте тоже знакомиться там. Ну а сейчас перейдем к нашему знакомству. Дело в том, что нам нужно поделить этот зал на две части, чтобы организовать две сессии, и мы приглашаем вас в холл. Что нужно сделать? Найдите сейчас незнакомого вам человека, с которым вы раньше не виделись и видите его в первый раз. И я предлагаю вам обсудить с ним три вопроса. Сейчас Влад поможет мне и выведите эти три вопроса на слайд, но можете рассказать историю, которая привела вас в некоммерческий сектор. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы можете поделиться, что в том году у вас было самое трудное, или что вас больше всего вдохновило и воодушевило. И в завершении мы предлагаем обменяться полезным инструментом, либо рассказать про книгу, которую вы прочитали, и точно рекомендуете своему собеседнику использовать этот инструмент, либо прочитать эту книгу. Коллеги, поэтому приглашаю всех в холл, но перед этим найдите глазами человека, который вам неизвестен. Спасибо. Действительно нужно найти незнакомого человека. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Привет! Меня зовут Ника и сегодня мы с вами поговорим про менструацию. Всем привет! Меня зовут Ника, и сегодня я хочу вам показать, как готовить моё супер-любимое, мне не видно, одно из самых любимых блюд. Пожаренные бакалжаны с помидорами с макаронами. В прошлой субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы создали историю любви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Я представляю модератора, Иван Голунов, специальный корреспондент «Медуза», будет модерировать тематическую панель по данным «Данные люди в городской среде». Сейчас я найду еще двух докладчиков, и мы начнем. Иван, пока минутка у вас. Давайте мы подождем. Кто-то думает, что не нужно, не стоит? Каждый из участников панели. А, никто. Ну вот смотрите, все считают, что стоит. Но вот проблема в том, что вообще я хотел пригласить хотя бы одного режиссера-режиссера, который снимает что-то такое прям по-режиссерски, чтобы показать, что это чаще всего не работает. Я постоянно с этим сталкиваюсь, что снимаю для НКО. Я снимаю для НКО на фриланс. Я вижу, что люди что-то снимают для НКО. Все это оборудование. Там 200 просмотров. У меня такое бывало часто. И вот сейчас мы должны понять, а стоит ли. Потому что бюджет, по последней информации, он колышется от 100. То есть я-то снимаю там относительно бесплатно, и вокруг меня люди снимают бесплатно. А так он варьируется от 100 тысяч до 300-400 и так далее. А выхлоп, ну как бы минимальный. Поэтому вопрос есть. И я надеюсь, что к середине он у вас сформулируется, а к концу вы найдете на него ответ. Сначала я хочу попросить Анастасию Ефимову, это видеопродюсер Международного Красного Креста, рассказать о том, как происходят съемки роликов в международных организациях. То есть вот все, что я вижу в России, сейчас, сейчас. Все, что я вижу в России, это, к сожалению, на коленке и не системно. А есть вот международный опыт и Международный Красный Крест в лице Анастасии, собственно, нам про этот международный опыт расскажет. Один ролик сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели. Мне даже интересно узнать у вас, насколько он, да, первый. Насколько он качественный. Как вам кажется, бюджет, какой бюджет у ролика? 50, 500, 500, это вы прям, ну так, по-взрослому. 50, меньше есть варианты? Пробу на 30, 20. Сколько просмотров в Фейсбуке? Миллион. Еще варианты? Ну, кто-нибудь скажет меньше. Анастасия, у вас микрофон есть. Добрый день. На самом деле, в одном только в Фейсбуке, на русском языке, у этого ролика 2,5 миллиона просмотров. Это не говоря о том, что, в общем-то, этот ролик был частью большой глобальной компании, и он выходил на ключевых языках в мире. На английском, на французском, на испанском, на португальском, на китайском, на арабском. И везде этот ролик собрал миллионные просмотры. Более того, мы даже особенно не вкладывались в то, чтобы его продвигать. Он просто был выпущен, и он был расхвачен представителями средств массовой информации, пользователями, инфлуенсерами, людьми, которые вокруг себя группируют каких-то людей, которым хочется об этом рассказать. Вот он зажил своей жизнью. Строго говоря, бюджет у этого ролика был серьезный, бюджет продакшена. Потому что, ну, вы видели, да, стилистику. Первая часть этого ролика – это стилизация под CCTV, под съемку с камер наружного наблюдения. Естественно, это все кадры постановочные. Естественно, они были определенным образом обработаны. Это дорогой проект, который нам на выходе окупился полностью. Потому что благодаря этому проекту, в том числе, мы смогли рассказать об очень важной программе Международного комитета Красного Креста, которая, кстати говоря, в умах людей не всегда с нами ассоциируется. Ну, потому что вот мы недавно буквально делали опрос на улицах Москвы. Ваши ассоциации там с Международным Красным Крестом, вообще с Красным Крестом. Это в подавляющем большинстве случаев медицинская помощь, а это не так. Потому что наша организация огромную работу по всему миру ведет по разным направлениям. И вот воссоединение семей – это одна из очень важных программ. Параллельно решалось этим роликом много других задач продвижения. Параллельно, где люди могут искать друг друга, сбор пожертвований на работу Международного комитета Красного Креста. Вообще повышение лояльности к бренду в мировых масштабах. Так что порой мы идем на очень серьезные траты для того, чтобы получить максимально возможный результат. Ну, можем раскрывать или это инсайдерская информация? Не хотелось бы раскрывать, просто это было дорого. Просто не хочется пугать людей. Дороже, чем люди говорили. Дороже, чем люди говорили. Но опять же, в течение года мы делаем несколько подобных проектов. И у нас бывают взлеты и падения. Вот это период взлета. Это период взлета. Ну да. Ну вот смотрите, сейчас я вам задам еще два или три вопроса. Но первое, да, то, что мы поняли, то, что как бы условно то, что мы видим, и то, что нам кажется, что это снято с камеры видеонаблюдения, сделано, возможно, бесплатно. Ну там, ну, собрали какие-то кусочки, да, состыковали, запустили. И вот два с половиной миллиона просмотров в Facebook. Оказывается, это не так. Оказывается, это был серьезный проект. Оказывается, он стоил серьезных денег. И вот как решает организация, что мы будем снимать, как мы будем снимать? Вообще, как у вас это происходит? Ну вот я тут даже себе карточки составила, потому что это комплексный процесс. Как раз, чтобы по вот этим ухабам, да, по взлетам, падениям нам было более-менее комфортно двигаться, мы разработали, ну, что ли, систему, в которой мы в течение всего года работаем. У нас существует годовой медиаплан. То есть мы заранее продумываем, какие проекты в течение всего года будут реализованы, и мы стараемся сбалансированно распределить эти проекты по всему году, чтобы не получалось так, что в один месяц нам нужно сразу поднять неподъемный объем работы, а там буквально через два месяца начинается затишье. Нет, все проекты должны быть равномерно распределены по году и, более того, даже по месяцу. То есть мы должны понимать, в какой период времени в течение месяца мы занимаемся чем. Потому что понятно, что проекты вот такого масштаба, они не делаются за месяц до релиза, и даже не за два месяца до релиза. Они требуют очень серьезной подготовки, как на этапе концептуализации таких проектов, так и, собственно, на стадии продакшена и постпродакшена. Но говорить о том, что мы делаем проекты, это даже не совсем корректно, потому что мы проводим информационные кампании, и по году распределены наши информационные кампании. Компания – это не отдельный продукт, это целый ряд материалов, объединенных одной темой или проблемой, которые мы распространяем в разных форматах, на разных платформах, задействуя при этом разных людей для помощи нам. Видео часто – это ядро кампании. Но это не значит, что видео – один единственный продукт, который мы релизим и отпускаем в свободное плавание. Опять же, к вопросу. Очень мне нравится, как сформулирована тема нашей панели, потому что это тот вопрос, который я бесконечно задаю коллегам, партнерам, для которых мы что-то делаем, для которых мы что-то придумываем. Зачем вам вообще видео? Почему вы считаете, что здесь и сейчас вам нужно видео? Для того, чтобы вот этот процесс осмысления того, что людям действительно нужно видео проходил более гладко, мы разработали внутренний документ, которым мы пользуемся для принятия решений. По большому счету, он сводится к тому, что мы отвечаем на пять базовых вопросов. Кто наша целевая аудитория? Какие месседжи, какие посылы мы этой аудитории адресуем? Каковы наши цели, когда мы обращаемся с определенными месседжами к этой аудитории? Каков оптимальный формат для того, чтобы донести наши идеи до людей? И какие существуют риски? То есть, что нам может помешать донести эти идеи до людей и достичь своих целей? И вот мы садимся с группой людей, которые очень хотят сделать какое-то видео или сделать какой-нибудь проект. Достаем этот документ и пытаемся его заполнить. И если по итогам заполнения этого документа мы понимаем, действительно, это видеоформат, только он поможет нам в реализации каких-то наших идей, мы идем по пути видеопродакшена. Класс. Вот это интересно. Это я никогда не думал. Но это так работает международная организация. То есть не то, что мы хотим снять ролик. Это интересный момент, потому что сейчас меняется политика у подавляющего большинства социальных сетей. И сцены горя, сцены, ну такие очень эмоциональные, связанные опять же с насилием. Особенно если речь идет о темах и проблемах, связанных с детьми. Часто очень не получают возможности продвижения в соцсетях. Но, строго говоря, этот ролик доступен. Может быть музыка используется. Давайте мы отнесем это к моменту, как сказать, дискуссии. Это будет во время дискуссии. Я согласен, давайте. Ну просто жалко, мне сейчас про видео хочется поговорить. Не, музыка, она же... Заключался договор, чтобы пользование этой музыкой осуществлялось. Не, ну музыка, я думаю, чистая, да, чистая. А главное, я почему-то его смотрел на фейсбуке, ну ладно, неважно. Сейчас, секунду. Что-то я спрашивал. Да, международная организация, да. Ну все, давайте мы... У нас будет, я так понимаю, дискуссия жаркой, я уже чувствую это. Вот. Итак, вот как работает международная организация. В общем-то, класс. Сейчас давайте еще кусочек посмотрим ролика. Не, прям этот, следующий. Прям буквально швырк. Ну ладно, все, выключается. Вот, благоручек. Ну ладно, давайте посмотрим. Изначальный создатель этого проекта открыли его для удовлетворения других стран. И он фактически стал международным. Вот с 2015 года он развивается. Тут очень важно заметить, что вот эта вот инициатива, создавая программные продукты для какой-то из стран, да, она всегда базируется на идеологии свободного программного обеспечения, свободных данных. Что это такое? Это значит, что все созданное в рамках вот этого проекта... Ну, в общем, по-моему, класс. Ну, снято действительно прям вот прям супер. Как вам кажется, дороже, дешевле, чем предыдущий? На самом деле этот ролик стоил в два, если не в три раза дешевле, чем предыдущий. И это тоже интересный момент, потому что, когда мы понимаем, что нам нужен очень качественный продукт, который будет адресован максимально широкой аудитории, мы запускаем процесс тендеров в подавляющем большинстве случаев. Мы анонсируем видеопродакшн студиям, видео- и маркетинговым студиям о том, что вот у нас есть такая идея, и нам нужен кто-то, кто поможет нам с ее реализацией. И благо, да, международная организация имеет возможность принимать заявки из огромного количества стран, и не всегда в международной организации нужно снимать свой видеопродакшн в Европе, например. Вот у нас штаб-квартира находится в Швейцарии, и это не значит, что мы обязаны в Швейцарии или в странах Евросоюза снимать наши материалы. Мы часто довольно прибегаем к помощи, ну вот в данном случае, украинских продюсеров, которые сделали нам этот чудесный ролик. Но мы снимаем также, скажем, в Аргентине тоже была у нас компания, посвященная ядерному оружию, ролик снимали в Латинской Америке. Или было видео, посвященное месяцу Рамадан, который мы довольно логично снимали в Ливане. Ну да, я просто, ну, долго, но в целом можно было условно сказать это так. То есть продакшн там в три раза дешевле, а почему? Ну это сняли на Украине, собственно, и все. Вот. Это второй лайфхак, да, такой определенный, то, что мы… Нет, результат был хуже. Вот. Но здесь дело не в том, какой бюджет был у этого ролика. Опять же, денег на то, чтобы его как-то сумасшедше продвигать, мы не вкладывали. Но вопросы были связаны с, ну, драматургией, условно назовем это, с драматургией, с самой идеей, а не с тем, конечно, как это было реализовано и подано. Ну, в общем, мне нравится, вот действительно, мне нравятся оба ролика, и мне нравится подход, да, то, как это делается. Ну, потому что он какой-то системный, совершенно другой. У нас, к сожалению, я говорю, сколько бы я ни снимал, чаще всего НКО говорят, ну, снимите о нас. Я говорю, я могу, конечно, о вас, но это никто не будет смотреть. Ну, все равно снимите о нас. Я снимаю о них. Вот. Но у нас есть еще одна организация, которая с самого начала, вот сколько я ее знаю, всегда мыслила системно абсолютно, мне казалось. Вот. Это, не знаю уж, идет от бурлящего мити, вот, или от организации, но это совершенно другая история. То есть, это такая же история, но в России. Темная и достаточно забавная, но непонятно, сколько она реально для НКО. Давайте включим проект, все сложное. Я говорю о таких делах, я думаю, все уже поняли. Ну, нужна помощь. Мы создали историю любви в надежде на лучшее будущее. Лучшую жизнь для молодых людей. Россия остается центром мировой эпидемии ВИЧ. А это значит, более двух миллионов взрослых и детей с ВИЧ сталкиваются с дискриминацией и отверженностью каждый день. 74% людей знают, что ВИЧ не передается в быту. Но 64% все равно боятся. Знание бессильно в реальных ситуациях, когда эмоции и иррациональные берет верх. Это называется стигма. Как помочь молодым людям преодолеть разрыв между их знаниями о ВИЧ и их страхом? Всем привет. Меня зовут Катя. Это Утя-утка. История Кати создана на основе более чем 50 настоящих историй взрослых и детей, живущих с ВИЧ. Это история, в которой все сложно. Первое прикосновение, первое свидание, первый поцелуй. «Все сложно» — интерактивный фильм, в котором ты выбираешь, смогут ли влюбленные быть вместе. От твоих знаний и уверенности в них зависит счастье другого человека. Буквально, твой выбор влияет на уровень счастья Кати. Свои знания можно проверить и уточнить тут же в проекте. Релиз проекта состоялся в феврале 2018 года. Одновременно на сайте и в приложении популярной социальной сети ВКонтакте. За два месяца проект посмотрело более 300 тысяч человек через сайт и приложение ВКонтакте. Среднее время пребывания в проекте — 19 минут. Более 100 упоминаний проектов СМИ, где говорится о жизни с ВИЧ. А главное — о проблеме дискриминации. Но самое главное — это комментарии, которые мы получили от пользователей. Да ты серьезно? Ну, вообще-то да. Ваша версия фильма доступна на сайте портала «Такие дела». Класс. Но, естественно, не этот ролик. То есть разговор, конечно, не про этот ролик, а про проект. Если кто-то... Да, это видео про проект. Он, в общем, о нас, да. Он о нас. У него, я боюсь, не было такого количества просмотров. Но такие ролики, конечно, тоже нужны. Это называется... Кстати, вопрос о том, зачем нужно снимать видео. Это называется... Это отдельный жанр. Это видео-кейс. И это видео как раз для того, чтобы вместо того, чтобы 5 минут рассказывать, ты показываешь людям, своим спонсорам, своим клиентам, своим донорам, а что ты, собственно говоря, вообще сделал. Да. Ну, в общем, вы уже поняли, что у нас Галина, продюсер спецпроектов таких дел. И просто я в двух словах все равно должен сказать, что проект... Сейчас, Галина. Что проект, если кто не видел, я вам очень советую посмотреть. Это такой интерактивный, действительно, игровой фильм, где вы, во-первых, смотрите кино. Да, игра... Ну, оно действительно игровое, хорошо. Там играют замечательные актеры. Ника там играет, например. А лучшая роль там, мне кажется, у Мити как раз, Олешковского. Он играет там такого охранника. Да, охранник, но играет честно. Вот, короче, проект очень такой прям вот прям крутой. В России, по-моему, есть такие в России? Нет, мы в России первые. О, Господи. Нет, был веб-дог, действительно, веб-дог в России делали, но это действительно немножко другое, такая штука. Есть слабые, точнее, предпосылки слабые, это в Ютьюбе, да, вот эти сериалы, где ты можешь кликать, выбрать сюда, пойти сюда. У Содерберга есть интерактивный фильм, и на Netflix недавно вышел Брондашмык. Я говорю про Россию. Вот, итак, Галина, вы тоже в 2 минуты, 3 расскажите, что хотите рассказать. Да, я очень постараюсь коротко рассказать, но как бы сегодняшняя наша встреча в новостном контексте, может быть, вы уже слышали, что сейчас новостные сайты облетают новость о том, что в Новосибирске, в Новосибирской области, в одном из городов, у ребенка раскрыли статус ВИЧ, и теперь семья вынуждена переезжать. Ну, то есть, настолько была острая реакция со стороны общества. И, как вы понимаете, только у нас на сборах внутри, в базе фонда «Нужна помощь» находятся 7 ВИЧ-сервисных организаций или организаций, которые работают с ВИЧ-положительными людьми. Можете представить, что вот при такой реакции, когда, узнав о статусе ребенка, город предлагает ребенку просто уехать, каково этим организациям собирать деньги? Ну, примерно никак. И это мы говорим о самой уязвимой и самой невинной категории ВИЧ-положительных людей. Это дети, которые при всех возможностях родиться здоровыми, которые родились ВИЧ-положительными, и они являются носителем этой стигмы и всего того ужаса, который сваливается на человека, с статусом в России, абсолютно невинные жертвы эпидемии. И возвращаясь к тому, что нужна помощь, такие дела, действительно, мы стараемся работать системно, и такие дела, как инструмент фонда «Нужна помощь» в первую очередь работает с восприятием социальной проблемы, с разговором о социальной проблеме, для того, чтобы во вторую очередь собирать на нее деньги. И, понятное дело, что научиться помочь нашим фондам, которые занимаются проблемой ВИЧ, быть самостоятельными взрослыми, а значит, искать финансирование там из нескольких источников, и в том числе среди обыкновенных людей, маленькие ежемесячные пожертвования, о которых мы говорим каждый раз, нам нужно, чтобы само отношение к проблеме поменялось. И в основе этого, там была маленькая ремарка, когда там было про 74% знают, 64% боятся, это наше собственное исследование, мы настолько системно подошли к решению проблемы, что провели исследование по восприятию проблемы. Мы увидели, что у проблемы есть потенциал для решения, что нас готовы услышать очень много людей, но этому большому количеству людей нужно помочь сделать шаг вперед. И кино, и искусство, и видео, как один из самых виральных видов контента, это тот ресурс, который можно использовать для того, чтобы быть услышанным там, где тебя уже готовы услышать, и тебе другими ногами туда не дойти. Ну, коротко… Коротко, ну хорошо, да. Я думал, вы больше про кино расскажете, а вы больше про проблемы. А вот здесь как раз это моя позиция. То есть когда я совершенно солидарна своей коллегой, собственно говоря, когда ты принимаешь решение о том, нужно тебе видео или не нужно тебе видео, и какое видео тебе нужно, это должно быть там обращение на телефон, или должно быть интерактивное кино, которому нет равных, тебе нужен список причин, почему ты это делаешь. И когда я рассказываю о тяжелой ситуации в России, о том, что мы знаем, что у нас есть люди, которые готовы нас услышать, и нам нужно найти инструмент быть услышанным, вот здесь, вот с этой концепцией, можно уже прийти, а проект поддержало, ну, помимо крупных доноров, порядка 12 организаций, не считая съемочной группы и актеров, которым большое спасибо. То есть, когда ты приходишь с этой идеей, что, ребята, мы нашли точку, как, знаете, в кино про грабителей, когда они спускаются к пуленепробиваемому стеклу, это стекло вообще невозможно разбить, но когда его выплавляли, там было одно место, за которое его вытаскивали из печи, если его найти, стукнуть туда, то все, стекло рассыпется, и вот им нужно успеть найти в тот место, куда стукнуть, и все поедет. И вот эта история про то, что нас готовы, молодые люди готовы нас услышать, и готовы по-другому отнестись к проблеме ВИЧ, мы как бы искали, куда нужно стукнуть, чтобы ситуация изменилась. Ну, вы, да, вы молодцы. У вас прям такие стуки такие, вы можете, мне кажется, колеса разбивать у локомотивов тоже так. Но это, правда, тоже есть усталость металла, они же, бывает, лопаются, там тоже нужно в одном месте все стукнуть. Это хорошее, я возьму эту... Про колесо лучше, да, чем про стекло, да. Опять же, да, усталость металла, красивая фраза. Чулпан Хаматова взяла гонорар какой-то за съемки? Нет. Естественно, как бы... Так, все, ну все, можете не продолжать. И человек говорит, это естественно, что Чулпан Хаматова не взяла гонорар. Это как бы хорошая тоже такая история, это нужно запомнить, что кто-то считает, что это естественно, что Чулпан Хаматова не взяла гонорар. А в какой-то момент, то есть действительно мозг переключается, и те вдруг становятся это естественным. То есть я вот написал там, например, Марине Разбешкиной сейчас, что вот приходите посмотреть кино, например. И почему-то абсолютно естественно, я ждал, что она ответит, и она, естественно, ответила. И мы с ней там... И тут тоже самое. Естественно, бесплатно. Но при этом бюджет... При бюджет у нас было 2,7 миллиона. Это грантовые деньги, которые мы как бы потратили деньгами. И мы не считали, но чтобы вы понимали, один из наших партнеров, который предоставил нам продукт живьем, это был обед-буфет. Там было два дня, когда нужно было накормить 45 человек завтраком и обедом. Ну то есть это довольно внушительные деньги, которые мы получили буквально печеньем, пиццей, лапшой, я имею в виду, едой. Так что это неоценимо. Значит, не только деньги, но и лапша пошла на производство. Ну вот. По кино что-нибудь? Да, но вот вы задали вопрос, что, естественно, бесплатно. С одной стороны, как бы, 50% согласна. Но, насколько я знаю, у вас позиция фонда, что нужно всем получать зарплаты, нужно всем платить. И когда со мной, например, сотрудничали, то мне Митя четко сказал, что я не хочу, чтобы ты для нас бесплатно что-то делала. Да? Ну, не по поводу съемок в этом фильме, а когда я делала ролик, я о нем расскажу, когда я буду говорить. Да, да, да. Вот, расскажи об этом. Мне кажется, это важно. Ну да. Да, да, мне тоже, сейчас, Ник, я с вами согласен, мне тоже, знаете, там какой-то фонд мне заказывал ролик, и я говорю, ну там столько-то, они говорят, ну там из серии 10 тысяч. Ну, вроде как за ролик. Я говорю, ну, как бы нет, наверное, больше. Они говорят, ну мы же благотворительная организация. И так, ну и как бы да. А потом я смотрю, эта женщина, которая пишет мне, она уехала отдыхать, то ли там в Италию, еще куда-то. А я не могу уехать в Италию. И она говорит, я же благотворительная организация, и едет в Италию. А я не благотворительная организация, делаю ролик за 10 тысяч. Я согласен, надо платить. Надо пойти, в первую очередь, купить здесь на выходе книгу Дэна Полотты и прочитать от Кур. А? Неблаготворительность. Книга так называется, неблаготворительность, такая желтая леточка на обложке. И эта книга очень многое станет в своем сознании на место. Когда мы говорим, почему все сложно, почему все сложно было, была возможность очень много получить бесплатно, потому что сам концепт, ну это было как бы событие пятилетия. Я могу вам сказать, что как бы там режиссеры наши, которые там получили по 50 тысяч рублей, они бы, мне кажется, на такси и на кофе потратили больше за время съемок, они понимали, что мы создали для людей уникальную возможность поучаствовать в уникальном проекте здесь и сейчас. И так составили, ну грубо говоря, что там, грубо говоря, да, мы получили добро от Чулпана Хаматова, который, вы знаете, у него свой фонд, и как бы ей вообще это было, ну, то есть это было, это не то, что суперальтруистический поступок с ее стороны был, это политически сложное решение, ну, в том плане, что она поддерживает другую организацию, подари жизнь, но когда мы создаем, когда ты создаешь такое событие, тебе и привлечь ресурсы легче, когда тебе нужно снять видеоурок, тебе будет тяжелее. И это, кстати, то, о чем я хотела, может быть, там переделиться опытом, что всегда самое тяжелое, это искать деньги и ресурсы на какие-то средние проекты. Если вам нужно что-то очень простое или что-то очень сложное, вот здесь, здесь, как правило, бывает легче. Здесь все просто, то есть не все сложно, а все просто. Так, ну еще, значит, мы узнали, что режиссерам платить не надо, в отличие от всех остальных. Надо всем, как бы, всем нужно платить. Они на кофе, на кофе. Если вы не даете людям деньги, то вы даете им что-то еще, этот вопрос, что вы даете, потому что у нас же снимаем он стоп. 50 тысяч, подождите, за весь проект, сколько было съемочных дней? Нет, это не за весь проект, это получается за 3, ну, по 50 тысяч рублей, за каждый этап проекта. Ой, надеюсь, вы мне не подвинули, что я его рассказываю. Ну ладно, давайте не будем считать. Ладно, я понял, что вы все-таки платили, все нормально. Режиссерам платили, хорошо. И плюс у вас были операторы, то есть Митя, я знаю, что он не это мыслит, системно и в этом смысле, что все, конечно, можно снимать и на коленке. Ладно. Кино на коленке снимать нельзя. И кино должны снимать, кино должны снимать люди, которые снимают кино. Вот никто ли с НКОшников не разрешит работать? Вопрос для дискуссии. Можно? Можно. Я говорю, можно. Можно и нужно. Я говорю, а, вот как раз вот здесь, что как бы, ну, НКОшники никогда же не пустят кого-то, кто скажет, слушай, ты с ДСП работаешь неправильно, я сейчас тут прочитал, я сейчас все сделаю, на коленке можно. Вот серьезно, сейчас всех вылечим. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, сейчас пройдет время и мы с вами вернемся к этому разговору через два месяца. Так вот, 2,7 миллиона. Если здесь есть представители НКО, то вот как вам кажется, можете вы представить, что вы поднимете 2,7 миллиона на один проект? Легко? Есть? Нет? Ну, кто-нибудь один поднимет руку или нет, что вот получится. То есть, если продумать концепцию, 2,7 миллиона можно найти. А команду, которая будет это делать? Нет, я... Рассажу. У нас тут все сложно. Может ли НКО найти 2,7 миллиона, во-первых, а во-вторых, обслужить эти 2,7 миллиона? Потому что у таких дел все-таки команда. То есть, ну, 2,7 есть, но если это один человек или два, там, бухгалтер, или еще кто-то может... Такие дела, это НКО. Оно. Да-да-да, нет. Про НКО... Послушайте, я говорю про такие дела, как некая такая вот штука, которая пока, к сожалению, не вошла. Мне... Это Аня Семеновна, директор фонда нужна помощь. Я знаю, да. Нет, я знаю, да. Нет, ну, в каком-то смысле, он вообще начался там чуть ли не с одного человека. Нет, это я все знаю, но сейчас, после того, как вы сделали это, 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 вы всегда мыслили системно, и вы всегда по-другому. Поверьте, НКО так не работает. Я работал в Милосердии пять лет. Ну, мы НКО. Что? Ну, мы НКО, мы так работаем. Не останавливайтесь. Вы работаете, я спрашиваю у других, ребята, господа, точнее говоря, и дамы. В регионах даже, наверное, близко. Нет, здесь немножко другое. Здесь действительно есть проект, и под него пытаются найти деньги и так далее. Ну, в общем, как сказать, это нужно иметь харизму таких дел для того, чтобы это делать. Я это точно знаю. Вот. Но, Галина, скажите, а что делать? Ну, я почти уверен, что это не вариант 2,7 миллиона, и команда, Ника, Чулпан Хаматова, я думаю, многие даже не представляют, что можно вот так вот позвонить, Чулпан, и сказать, там, снимись у нас. Что делать НКО? Но видео, а при этом все думают, что нужно снимать. Ну, каждый должен заниматься. Мне в свое время очень сильно помогло Сережа Карпов, тоже отдел спецпроектов, очень важную вещь мне сказал, когда я пришла работать в НКО, а я пришла, как, собственно говоря, из киносреды и сказал, что мы не занимаемся благотворительностью, мы делаем медиа. И это как бы очень важный фокус, что когда ты думаешь о том, как тебе, какой какой медиапродукт тебе нужен, как тебе его сделать, но этот вопрос должны отвечать профессионалы, а НКО должно внутри себя составить список из пяти вопросов, когда, который поможет ориентироваться, когда ей, когда организации ей нужно обращаться за помощью к людям, которые решат этот вопрос. Международный Красный Крест, у них тоже там бюджеты. Я говорю про невысокие НКО. Сейчас. Подождите. Мы потом будем... И прям как бы я уверена, что как бы... Что-то есть дешевое. Можно делать что-то дешево вообще? Можно? Ну, это не за уроком, который работает три человека. У вас же вам не придет же решение там для себя в других сферах. Ну, например, вот знаете, не пейте вот эти вот таблетки, которые вам доктор приписал. Ну, у нас денег на протестамол. Давайте мы вам сейчас будем протестамол все лечить. Сейчас я озвучу то, что мы проговорили с Галиной заранее. Я сказал, Галина, вы должны сказать это, это и это. Она сказала, хорошо, и сказала совершенно другое. Не, я шучу. Я шучу. Нет, это я... Она сама это сказала просто. Когда я у нее спросил по телефону, а что делать, у кого-то, что им совсем не снимать? Она сказала, не, ну почему не снимать? Даже без бюджета. Пусть снимают, пусть заливают в YouTube, пусть буквально какие-то блоги там заводят. Ну вот, чтобы потом на них можно было ссылаться, потому что, во-первых, инфлюенсеры какие-то могут поддержать, им проще перенаправить на сайт. Ну там, то есть, Чулпан Хаматовой проще сказать. А подробнее можете посмотреть на таком-то сайте. Люди заходят, а на сайте есть видео. Пусть оно плохо сделано, пусть там вообще-то не видео, а на телефон снято. Говорили вы такое, Галина? Я говорила о том, что вопрос, что НКО, что НКО нужно внутри себя вырабатывать такую компетенцию, умение говорить о себе. И как у нас, и это сложно. То есть, не то, что НКО снимать видео сложно, вообще сложно говорить о себе и объяснять про то, чем ты занимаешься. И не решать этот вопрос вообще нельзя. То есть, не задаваться вопросом, а как мне рассказать про себя постом в Facebook, шапкой на сайте, каким-то видео. Этот вопрос нельзя решить. Более того, пока вы внутри себя не зададите себе много вопросов о том, кто вы, зачем, как вы наружу себя позиционируете, как вы рассказываете о своей проблеме. Вам никакая киносъемочная группа Спилберг не поможет, пока вы сами не будете понимать. И вот это понимание его простым сидением в кабинете, то есть за столом, его не выработать. Нужно пробовать. Так, Галина, все, значит. Нет, сейчас, Ника, подождите. Подождите, нельзя. Нельзя. Мы не уходим наоборот. Мы к этой теме и подходим как раз. Потому что должно было быть так. У меня был сценарий. Галина должна была сказать, что нужно снимать и заливать. То есть нужно заводить видеоблоги. И тут я должен был сказать, итак, ба-бу-бум, в нашем зале сегодня настоящий видеоблогер. Хорошо, я придумала связку. Я сейчас расскажу себе, но сначала, если, просто думая о регионах, где может быть какая-нибудь, где у НКО очень мало, ну, меньше ресурсов, чем в Москве или там в Питере, мне кажется, что все ресурсы, ну, как бы класть все яйца в корзину видео, если вы не делаете видео, и у вас нет гигантских бюджетов, возможно, не лучшая стратегия. Ну, окей, уметь рассказывать о себе, это важно, но делегировать лучше, мне кажется, и делегировать как раз таким людям, как я. я очень многим НКО и активистам помогаю бесплатно, и, ну, смотря что, то есть, если ко мне кто-то приходит, я, мне обычно пишут просто на почту, как это происходит, мне пишут на почту, говорят, расскажите, пожалуйста, о нас, вот, нам нужно собрать средства, или вот мы собираем ежемесячные подписки, или вот мы делаем вот это, вот это. У меня, конечно, много на почте, иногда я не отвечаю, но если написать 10 раз, то я отвечу. Ну, иногда с первого раза отвечаю, что, окей, типа, ну, я вообще погуглю, кто это, спрашиваю, есть ли у вас какой-то бюджет на это, если вообще никого бюджета нет, окей, если какой-то бюджет есть, я говорю, окей, я могу вам сделать ролик на моем ютубе, сейчас я покажу, сейчас. Если бюджета нет, я говорю, окей, я расскажу о вас в своих социальных сетях, расскажу в инстаграме, и довольно-таки много, как бы, людей, ну, в общем, от этого респонс будет довольно большой, все равно, это будет не впустую, вот, это, как бы, задумайтесь об этом, если у вас совсем нет ресурсов на создание видео, или вы вообще не представляете, как это делать, то помните о том, что есть другие люди, которые этим занимаются, и могут вам, ну, это, мы можем сотрудничать, вот, короче, окей, я, меня зовут Ника, вот, вот, я, у меня блог на ютубе, там почти полмиллиона подписчиков, давайте теперь врубим, врубим, давайте посмотрим, я очень быстро его нарезала, полмиллиона, действительно, я все это хотел сказать, полмиллиона, вот это смотрят, привет, меня зовут Ника, и сегодня мы с вами поговорим про, менструайцы, Много роликов, всем привет, меня зовут Ника, и сегодня я хочу вам показать, как готовить мое суперлюбимое, мне не видно, одно из самых любимых блюд, жареные баклажаны с помидорами, с макаронами, в прошлом видео у меня кто-то спросил, есть ли у меня комплексы, так вот, да, они есть, я пошла к психотерапевту, что такое стигма, в обществе существуют определенные идеи, относительно того, что является нормальным, и ненормальным, судя по статистике моего канала, примерно 70% из вас женщины, и это очень круто, потому что я хочу именно с вами поговорить, так как я бы хотела, чтобы поговорили когда-то с собой, дискриминация и насилие системны, иногда даже мои действия, мне кажется, бессмысленными, но на самом деле это не так, поэтому я хочу вам дать несколько советов, во-первых, как с этим справляться, и во-вторых, что, собственно, делать, кто-то мне, по-моему, в инстаграме написал, что, типа, вот ты пьешь пиво в своем инстаграме постоянно, но что это значит для феминизма? Как вы можете заметить, у меня отсутствует вот эта струна последняя, или первая, я не знаю. Все, это просто очень хороший, был последний кусок о том, что все очень на коленке. Класс. Ну да, что ты сделал для феминизма в свои годы, мне вспомнилось. Я выпил пиво в инстаграме. Короче, как видите, у меня есть блог, в этом блоге я рассказываю о многих вещах, о своей жизни, там, снимаю о своих поездках, снимаю, как я готовлю, но также я часто поднимаю вопросы, связанные с активизмом, потому что я интерсекциональная феминистка, и вот я снимаю, что такое феминизм, есть ли обратный сексизм, что такое абьюзивные отношения, что такое бодипозитив, как нужно заниматься благотворительностью, про сексуальное образование, у меня есть несколько роликов, про менструацию, и как бы вот эти темы последние, которые социальные, они как раз вызывают наибольший интерес. Сейчас у меня звонит телефон. На моем канале. И у меня они тоже вызывают наибольший интерес, так что здесь все прекрасно. И особенность моего канала в том, что у меня гигантская, преимущественно женская аудитория, которая состоит из подростков и молодых взрослых, которые заинтересованы в социальных проблемах, заинтересованы в... Они знают, что такое дискриминация, они знают, что такое сексизм, они знают, что такое ВИЧ, и что это проблема. Они как бы знают обо всех этих проблемах, и они хотят их решать. И они очень с большим энтузиазмом откликаются, когда я им рассказываю об этих проблемах и рассказываю о том, как они могут помочь. И что я рассказываю вообще... Ну, как в целом, я рассказываю просто о проблемах. Я на канале преимущественно вот как бы говорю на какие-то темы, а не о работе каких-то конкретных организаций. Но в последнее время как бы я стараюсь больше говорить как раз и о конкретных организациях. Например, у меня на 8 марта был в прошлом году ролик, в котором я рассказала о трех организациях, помогающих женщинам, типа там фонд Ева, Мадина, еще какой-то. Разместила ссылки в описании. Вот вариант. Или хороший вот пример. Я не помню, какие там цифры были, но вот у меня здесь есть цифры, что я сотрудничала с фондом «Нужна помощь». Сделала для них ролик про то, что нужно развивать систему благотворительности. И это вот как раз там был такой кусок, что типа вот насилие, дискриминация системные, надо что-то с этим делать, тоже нужно что-то делать системное. И вот половина ролика о том, как вообще с этим справляться, типа советы там, что как свои ленты в социальных сетях настроить и так далее. Ну или там про поддержку, и так, ну вот такое. И вторая часть ролика про то, как нужно именно заниматься благотворительностью и про то, что ежемесячные пожертвования это правильнее и это больше помогает развивать систему благотворительности в России. Вот. Короче, результат. Там было 176 тысяч просмотров. Это где-то полтора года назад было или два. Это было последнее видео в 2017 году. После этого видео было 1373 подписки на ежемесячные пожертвования на сумму ежемесячную 63 тысячи 735 рублей. Довольно клевый результат, мне кажется. Просмотры у вас на канале? У меня просмотров 176 тысяч. Ага, да. Это ролик. Все, понятно. Вот, 64 тысячи в месяц в итоге с меня фонд имеет. А заплатили мне 50 тысяч за это. В общем, ну вот, да, то есть бюджет ролика, я не знаю, Валерия Гагерманинка сняла ролик сейчас для милосердия. Я не знаю там, какой бюджет. Я ее приглашал сюда прийти. Она не отказалась, она просто объявила 150 тысяч, сказала, я приду. Ну и мы отказались, соответственно. Но, насколько я понял, ролик был дорогим. Ну, там за сотню гораздо. И у него 10 тысяч, что ли, просмотров или еще что-то. Вот это можно соизмерять, да? То есть, если ролик, я делал сам за 50 тысяч ролик. Тоже, ну, как бы я сделал, вроде бы, хороший ролик. У него то ли 70, то ли там 90 просмотров. Ну, ролик хороший, там так получилось, да. Да. Фикс? А по переходам? Ну, вы выбрали фикс. А, вы по-разному с разными работаете. Я не люблю по-переходам. Ник, это вам просто не озвучили. Вы могли выбрать это. Но, на самом деле, это уже хорошо, да? То, что мы знаем, что к блогерам можно идти. Но много ли социально ориентированных блогеров, Ник? Ну, нет, не очень много. Но, как бы, ситуация на Ютубе, скорее, грустная, но ситуация в Инстаграме, мне кажется, очень хорошая, потому что все мои подруги, как бы, активистки, феминистки, у них вот сейчас уже по 100 тысяч подписчиков, и они постоянно тоже, как бы, ну, они очень тоже, как и я, готовы. Про видео. Это про видео. Нет, это Инстаграм. Давайте попробуем. Да, но в Инстаграме можно рассказать о чужих видео. Или в Инстаграме можно сделать видео в сторис. Или в Инстаграме можно делать видео в ленте. Это тоже видео. Что? Нет, есть разные вещи, но просто Ютуб, но если говорить про видео, он, наверное, все-таки нет. Окей. Это тоже важное видео. Там еще есть, да, Инстаграм ТВ, там, на самом деле, много просмотров. Смотри, тут нужно разграничить. Первое. Я могу делать видео для вас, И блогеры, блогерки, активистки могут делать видео для НКО. А также НКО могут делать видео и продвигать их с блогерками и активистками. И все это можно делать и на Ютубе, и в Инстаграме. Еще хотела маленький рассказать. Не могу. А, это не про видео. А, хорошо, хорошо. Скажите, можно за… То есть вот Благодарительный фонд может залезть на Ютуб и стать блогером? Я Мите Олешковскому предлагал 3 года назад. Митя, нужно делать блог. Митя, ты модный человек. Митя не сделает успешный блог. Потому что я сделаю блог о том, что он говорит на Фейсбуке, и у него будет плохо. Не, ну неважно. Благодарительная организация НКО может залезть в Ютуб? Ника, вообще можно сейчас залезть в Ютуб? Ну, конечно, можно. Если у вас есть ресурсы на это, то залезайте, как уже сказала Галя. Лезьте во все дыры, если у вас есть на это возможность. Но нужно правильно распределять эти ресурсы. Если этих ресурсов особо нет, то лучше обращаться к людям, которые уже залезли. Мы тут есть, и мы готовы вам помочь. Нас уже очень много. И мои подписчицы, годы идут. Два года назад те, кто были моими подписчицами, сейчас они успешные активистки, блогерки с аудиторией 50-100 тысяч человек в Инстаграме. И на Ютубе тоже. Вот, например, Оля Касс была моей подписчицей. Сейчас у нее там, я не помню, но у нее тоже типа под 100 тысяч просмотрами под видео. Эти все, эти подростки, эти девчонки уже как бы в экспоненциальном, по экспоненте их количество увеличивается. И они очень-очень responsive to social causes. Sorry. Они очень с эндезиазмом относятся к социальным проблемам. Sorry, меня стебут за это. Все, я вот первый раз ставила английский. Все, никому не... Ну, в общем, Ника, это здорово. Все, что ты сказал Ника, мне кажется, вполне себе. Единственное, обидно, что нельзя залезть на Ютуб. Да можно, я сказал, что можно. Нет, вы сказали, что нельзя. Нет, я сказал... Если у вас есть ресурсы, лезьте. Ну, лезьте, если у вас есть... Что такое ресурсы? Люди, у вас есть время и люди, которые могут это делать. То есть, вот смотрите, человек начинает, берет, заводит канал в Ютуб, начинает себя снимать и говорит там, ну, вот то, что говорите вы про гитару, про пиво и про... Да, и через... Да я просто смешной ролик сделала. И через два года у него 200 тысяч подписчиков. Ну, может быть, если... Может быть, все. Ну, конечно, ничего не останавливает. Я никак себя не продвигала. У меня не было никакой рекламы себя. Это органический рост. Ага. Вот. Если вы... Вполне возможно, если у вас... Ну, я не говорю, что... На самом деле, то, что я делаю, вот выглядит, как будто я это как раз делаю в кавычках на коленке, и это все просто. На самом деле, это не просто, если вы попробуете сделать как бы engaging сценарий, и снять это так как бы четко и понятно, и классно, и интересно, чтобы хотелось посмотреть от начала до конца или хотя бы до середины, ну, и разговаривать так с камерой, все это довольно сложно. Если у вас есть человек, который хочет это делать внутри вашего НКО, то флаг вам в руки, вас как бы не хватает на Ютубе социально ориентированных блогеров и блогерок, и это было бы очень классно, если бы этого было больше. Но просто повторяюсь, если вы приходите на работу, и у вас три человека сидят за столами, и вам нужно разгрести очень много работы, и кто-то вам говорит, вот мы сходили на конференцию, и там нужно... сказали, что нужно снимать видео срочно. Не надо. Стрим найди в этом. Надо написать активисткам, блогеркам. Все, мы, значит, за блогеров. Окей. Ну да, все, связка сработала, все хорошо, можно идти на Ютуб и так далее. Но, как бы, есть... Да, нужен ресурс. Ну да. Ну это, нет, это так считают такие дела. Вам нужен отдельный человек, в общем, на все, я их понимаю, конечно, нужен. Да, 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 который настоящий умеет общаться. Я согласен с вами абсолютно. Можно я очень быстро одну впрошу? Ну пожалуйста, правда, обещаю. Просто вторая особенность моего канала в том, что он на 50, на половину финансируется моими подписчицами. У меня ежемесячные тоже подписки на сайте Patreon. Если вы не знаете такой сайт, просто запишите себе куда-нибудь, возможно, вам это тоже поможет. Потому что я знаю, что девчонки, которые строят спутник в... Где они строят? В Бишкеке, по-моему. Как они называются? Куб или как-то... Клоп. А, Клоп это... Да. Короче, есть девчонки, которые строят спутник. И они занимаются там... Нет, это уже не быстро, извиняюсь. Суть в том, что они тоже себя финансируют на Патреоне. Патреон, вот, классно. Я там, мне каждый месяц капает 700 долларов примерно. И это очень помогает. Позволяет мне не брать... Не просить и не хотеть много денег с как раз таких... Ну, с вас. С таких дел. Если бы мне не было этих финансов, то я, возможно, бы и не могла. Ника, отлично. Вот это прям вообще спасибо. А последнее... Вот то, что вы сказали последнее, это вот самое вот лучшее. Потому что, конечно, главная достоинство человека, это когда он непритязателен. 700 долларов. Кто-то скажет 700 долларов, но это дня на три. Итак. Значит, смотрите, ситуация такая. Все мы выяснили. Но я помню про регионы. Там 700 долларов, это не дня на три. Это очень много денег. Нет, я с вами, к сожалению, согласен. Ника, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что все прекрасно. Мне кажется, что какие-то нашлись ответы и так далее. Но есть еще одна такая история, которая вроде бы напрямую с видео не связана, но она связана с тем, что все время надо искать что-то новое, какие-то новые подходы и какие-то новые каналы. И вот, например, есть такая штука, которая называется стрим. Все знают, что такое стрим, да? Странно, я не знал. Вот это пример стрима, да, например, у нас какой-то. Когда уже дашь? Ну, блин, я не знаю, какой именно скин. Напиши мне, какой скин. Ну, типа, какой скин тебе, короче, передать и за сколько голды. Все, можно выключать. Это не стрим-фонда или не жизнь. Это просто какой-то рандомный. Ну, в общем, если такое увидит взрослый и уважающий себя человек, он не увидит никакого потенциала в этом, я думаю. Ну, если он не знает, что есть стрим, что есть какая-то история, связанная со стримом, какие-то люди сидят. Я вообще был удивлен, конечно. Я однажды с блогерами общался, и там был блогер именно 16-летний. Говорит, сид играет. Ну, какой-то, я вообще не понимаю, кто это смотрит. Как это можно конвертировать, монетизировать, интересно? Ну, отсюда надо сделать вывод, что я не очень взрослый человек, и, видимо, какие-то последствия за этим. Меня зовут Галина, благотворительный фонд «Линия жизни». И мы работаем с благотворительными стримами где-то с конца 2017 года. Весь 2018 год у нас было несколько проектов. И вот еще также был проект в этом году. Это проект «Добрый март», в котором мы тоже участвовали. И в том числе по следам этого проекта меня сюда и вызвали. Год мы собирали тихонько, спокойно, и никто про нас особенно ничего не знал. Таким образом мы собрали около 2 миллионов рублей. Ну и потом в декабре произошел благотворительный стрим-марафон. Он назывался «Стрим Фэмили». И таким образом родился и проект «Стрим Фэмили», который собрал миллион сто и там еще дальше через запятую. мы поддерживали 6 подопечных фонда. И была такая некая игровая модель, когда собирали немножечко на каждого в течение недели. В конце был финальный стрим, в результате которого собрали 800 тысяч, по-моему, за 12 часов. Ну, в общем, вот. Есть такое не совсем видео, но вроде и видео. Опять же, нужно... Что случилось вы собрали? Как вы собрали? Каким образом вы собрали? Да, я давайте сейчас расскажу. Есть некая проблема в результате. ряда публикаций, что не все совсем понимают, что такое благотворительный стрим и как он работает. А главное, какой способ монетизации, откуда деньги берутся во всей этой истории. Изначально, когда все начиналось, мне очень хотелось. Я очень понимала, что здесь есть ресурс. И здесь есть люди, которые готовы. У них есть культура перевода пожертвований своему любимому автору. Чтобы было понятно, поскольку, я так понимаю, что не все понимают, как это работает, автор, который занимается стримами, допустим, на платформе Twitch, он может получать донаты. Это такие пожертвования, которые ему его подписчики лояльно и регулярно переводят. Это система общения, это способ коммуникации, способ поддержки своего любимого автора. По данным агентства HelloBlogger, средний донат – это 600 рублей. Один человек переводит 600 рублей за раз. Да, отсюда тоже есть некоторое искажение информации, потому что есть донат в 10 рублей, а есть топ-донатеры, которые раз в месяц переводят 50-15 тысяч рублей. И, конечно, средняя арифметическая здесь очень ползет, и от этого тоже есть своеобразные искажения. Мы, когда начинали наш первый благотворительный стрим проводить, мы его делали на фестивалях, и почти все благотворительные стримы, которые проводились в пользу фонда «Линии жизни», проводились на тематических фестивалях, потому что мы за счет того ресурса, который был на этом фестивале, делали площадку для съемок. Соответственно, мы денег не платили, но использовали ресурс площадки. То есть себестоимость тут тоже есть. Мы использовали уже готовых техников, и таким образом выводили стрим в прямой эфир. Он шел, и мы получали деньги. На первом стриме мы собрали около 189 тысяч рублей за два дня. Вот. И далее началось. А до вас в России это было? У меня была эта идея, и в какой-то момент я узнала, что такой стрим запустит Google, и он назывался Gaming for Good. Всеми возможными правдами и неправдами я пихала свои визитки через третьи лица и объясняла, что я очень-очень сильно хочу, чтобы наш фонд присутствовал. Но мне сказали, что фонд помощи тяжелобольным детям для них это сложная тема, и они бы хотели помогать кошечкам и собачкам. Я не сильно расстроилась, но расстроилась позже. Я уже рассматривала этот кейс, раскручивала его, и почти все фонды, которые участвовали, в итоге были помощи детям в результате. Как-то рандомно их выбирали, я не знаю механики точно. И уже после этого я раскручивала, как же, кто же и как. Я нашла тех людей, с которыми мы можем это делать. Мне опять сказали, что мы не хотим тяжелобольных детей, мы хотим кошечек, собачек. Но я продемонстрировала свою очень высокую заинтересованность и ждала на запасном аэродроме того самого момента, когда все-таки нужно будет начинать переговоры с фондом. И я была максимально проактивна, мила, и у нас все получалось. Впоследствии, да, я просто призываю вас всех понимать, что если вам отказывают, это не повод расстраиваться и не повод думать, что все, и по этой дороге вы пойти никуда не можете. Потому что на самом деле самое главное, за счет чего у нас получается, это качественный клиентский сервис со стороны фонда. Мы очень четко, понятно и ориентированно работаем с нашими партнерами, какими бы они ни были. И именно этому фонд меня научил. Именно в этом есть такой момент, что я могу удержаться, и мы работаем успешно, хорошо и комфортно друг с другом уже больше года. И огромное спасибо всем тем площадкам, которые мы работали, потому что, естественно, фонд здесь самостоятельно сделать не может ничего. Мы не имеем ни ресурса, ни аудитории, ни возможности, без стримера, без того человека, который свою аудиторию призовет сделать пожертвование. Давайте какой-то пример более предметный. Я какой-то вопрос смотрю, чтобы... Да, я боюсь, что мы начинаем уже близиться. То есть теоретически мы уже закончили, и нас начнут выгонять. Но! 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 Кто может прервать? Наташа не может. Ну, в общем, если вы хотите, чтобы мы еще минуты 4, то надо просто держать Наташу, и все. То есть вы уже решайте сами. Или мы можем закончить. Или держите Наташу. Интересно. Со стримом интересно сейчас. Подождите. Нет, ну правда. Давайте я просто возьму какое-то конкретное мероприятие и расскажу примерно. Вы скажите, во-первых, значит, вы стримером платите? Нет. Вот, видите, опять это такое бывает. А челпан? Да, здесь очень важный момент. Конечно же нет. То есть это... Нет, не конечно же нет. У каждого мероприятия, у нашего, есть себестоимость. Есть ресурсы фонда. Они могут быть нематериальными, которые мы вкладываем. Это может быть какие-то партнерские отношения с гостиницами. Если нам надо кого-то поселить, мы просим их о лояльности. То есть там есть какие-то нематериальные, в том числе, ресурсы, которые фонд проявляет и активно вкладывает. Это не всегда деньги. Это есть. Есть. Ну, примерно, сколько это могло бы быть, если бы были деньги? Сколько организации одного вот этого мероприятия? Ну, у нас там базово есть история, где мы просили скидки на проживание в 50% для наших ребят в Москве в предновогодние даты. 50 тысяч? Ну, наверное, да. Возможно, 50 тысяч. Я не знаю, сколько. Я не помню конкретно. Это при том, что стримеры все-таки не берут каких-то денег. Да, мы просто помогали им за счет наших отношений с какой-то конкретной гисплицей. И у вас их около восьми. Давайте я вам объясню исходящую историю. Ну, тогда минуту и держите, Наташ. Да, минута. Начинался наш первый проект. Это был Game Planet. Там, благодаря той самой Татьяне Иванове, которой мы встретились и полюбили друг друга теплой любовью, мы смогли сорганизовать. Это была серия гостей, которые приходили на разговорный такой стрим. Они просто разговаривали. Это были все гости, которые могли бы уделить свое время во время этого фестиваля. Это нерегулярная наша помощь. На данный момент мы можем точно говорить, что это порядка 10 человек. Они могут меняться. У нас 4 человека. Это Аляша, это Вика Картер, это Алексей Хардплей, это Стас Давыдов, Дина Блин, никого бы не забыть, Денли. Очень страшно, понимаете, кого-то забыть. Я верю, что их много. И, конечно, еще есть… Они такие активные. Я так понимаю, что они более активные идут на контакт, стримеры, чем просто блогеры. Смотрите, просто здесь история монетизации. Это совершенно важно понимать, что мы говорим о площадке Twitch. Здесь Вика, Ника, это площадка YouTube. Это два способа заработка совершенно различных. Потому что здесь может быть рекламная монетизация и прочее. А там люди зарабатывают чаще всего именно за счет донатов. Это их заработная плата, которую они получают. И они жертвуют, по сути, свой ресурс. Они жертвуют свою заработную плату и свои деньги, которые они недополучают в пользу благотворительного фонда. Скажите… То есть они не то, чтобы не получают, они еще и как бы лишают себя. На рынке есть еще свободные стримеры для благотворительных организаций? Их очень много на самом деле. Я бы просила моих, правда, не брать, но… Я бы ответил так. Стоит ли на кого снимать видео? Нет. Просто обращайтесь к стримерам, потому что они пока есть. Вот, ну, смотрите, все выслушали, не знаю. Мне кажется, что… Я не знаю, вы ответили на вопрос, стоит ли НКО снимать видео или нет. Вот как вам кажется? Ответили? Кто-нибудь? Ответили? Поднимите руки, кто думает, что ответили. Понятно, не ответили. Ага. А тогда, окей, а вот, ну, как в сознании поменялось, есть ли люди, которые считают, что не надо НКО снимать видео? Так, то есть там была одна рука, я помню, а сейчас даже одной нет. Мы в стримах тоже видео показываем. Все. У нас есть ролики с подопечными, чтобы ребята в перерывах могли отходить, там водички попить, и нужно было показать некую историю. Поэтому есть проблема тоже нас снимать. Видео даже в благотворительных стримах тоже должно что-то быть. Ну, в общем, все, мы заканчиваем, я заканчиваю словами, что, скорее всего, надо будет еще раз собраться на следующем сетевом апреля и продолжить эту тему. Вот. Или связать Наташу и продолжить сейчас. Вот. И, ну, что можно сказать? То, что на вопрос мы, во-первых, вроде бы как не ответили. Все считают, что не ответили на вопрос. Но при этом никто не сомневается, что стоит снимать видео. Все, то есть я говорю, были хоть какие-то сомневающиеся? Если мы не ответили на вопрос, но при этом никто не сомневает, значит, возможно, мы ответили на вопрос. Как бы тут есть логическая такая. Ну, все, давайте, знаете, как, самый первый, кто задаст вопрос, все-таки один вопрос должен задать. Первый самый. Наташа, ну, задай ты, самый глупый. Ну? Короткий. Все. Ну, короткий. Наташа. 30 секунд. 10 секунд на вопрос. Все. 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 Это отличный, это отличный вопрос. Все. А какой я не прослушал, Ник? Я делаю мастер-классы, как снимать видео. Можно приходить ко мне на мастер-классы. Все. Ну, все, тогда, тогда... Нет, один вопрос, правда. Ну, короткий, ладно, еще один короткий, вот самый короткий. Хорошо. Если кто-то должен блогер, то можно советовать, что нам помогает. Ник. Ник. Если блогер просто советует помогать. Но это, собственно, и есть, вот, Ника, в смысле, она делает свой блог и вдруг сказала, что нужно помогать. Я делаю... А какой вопрос? Еще раз. Если долго того, что блогер просто советует помогать, то нужно... Смотрите, есть блогеры, которые именно про социальные вопросы много говорят, активистки с блогами. То есть это не прям... Ну, да. Ну, окей, они блогеры, но это активистки. И, да, есть смысл, потому что у них уже аудитория готова. У них аудитория практически всегда как бы такая, ну, что, кому поможем сегодня? Вот, как бы, им можно. Конечно, если это как-то где-то, ну, пограничное что-то, можно придумать, как вы какое-нибудь сделаете совместное видео, где блогер расскажет о проблеме и потом скажет. Вот, кстати, решить можно, в том числе, вот, переходом по ссылке. Ну, вставить сети. Коллеги, я вынуждена... Зайдите ко мне на подписки в Инстаграме и посмотрите там, и там сплошные блогеры. Спасибо большое спикерам, спасибо большое Вове за эту дискуссию. И у вас есть возможность на перерыве поймать спикеров, обменяться контактами, задать все вопросы. Я вас приглашаю на обед. В благосфере есть кафе. И следующие у нас секции будут про аналитику и про цифровые права и гражданскую активность. Для зрителей онлайн-трансляции я говорю, что мы... Она возобновится в 14.00. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.